Уважаемые коллеги, Ольга Ивановна, Ильша Травкатович, дорогие друзья, для меня большая честь участвовать в работе данного форума, и трогательно, что в Татарстане чтут традиции, в том числе связанные с именами великих земляков. Известно, что Гаврила Романович, имя которого носит чтение, не только уроженец Казанской губернии, но и, как приятно мне было узнать, потомок татарского Мурзы Багрима, человек не только всесторонне талантливый, но и добродетельный, одним словом, личность с большой буквы, был неравнодушен к правовому устройству страны и проблемам правового регулирования. Его волновало качество российского законодательства, когда он работал министром юстиции страны. И я в своем сегодняшнем выступлении буду говорить о праве, а точнее о праве гражданском, постараясь его связать с нравственными и социальными проблемами современного российского общества. Итак, гражданское право. Это сегодня основополагающая отрасль, поскольку регулирует имущественные или рыночные отношения. Встав на этот путь развитие рыночных отношений, развитие рынка, важно было поднять знамя гражданского правового регулирования. И мы это начали делать. Гражданский кодекс мы назвали первым среди равных экономической конституцией страны. Но я хочу задаться вопросом, можем ли мы сегодня гордиться своим гражданским кодексом? Как гражданским кодексом гордятся французы? Присутствующая здесь внучка или правнучка, короче говоря, человек, который связан с именем великого державина. А действительно, во Франции гражданским кодексом гордятся. На гражданском кодексе выросли не одно поколение французов. И действует этот кодекс века. И Наполеон гордился, пожалуй, только им, поскольку он стоял у истоков этого нормативного акта. Он знал его содержание и принял все меры для того, чтобы этот гражданский кодекс был принят. Хотя были большие сложности. Итак, можем ли мы гордиться своим ГК на сегодняшний день? Если я положу руку на сердце, то я отвечу так. Пожалуй, пока нет. В 1994 года, когда мы стали на путь рыночных отношений, мы занимались кодификацией гражданского законодательства. Это было достаточно долго, почти 15-летний период развития. С 1994 по 2008 мы создавали наш ГК в четырех частях. А после того, как мы этот гражданский кодекс создали и появились все части, они вступили в силу, мы занялись другим процессом и назвали его модернизацией гражданского законодательства. И на сегодняшний день мы находимся в этой стадии модернизации ГК, мы ее закончить так и не можем. Но самая главная проблема развития гражданского законодательства на сегодняшний день заключается в том, что вроде бы и модернизированный гражданский кодекс сегодня оказался без своего фундамента в новом регулировании, без того раздела, который посвящен основополагающему праву, о котором говорил представитель Государственной Думы и ведущего комитета, название которого звучит слово о собственности. То есть вроде бы и есть ГК модернизированный, но модернизированного регулирования отношений собственности, права собственности на сегодняшний день нет. И вот эта вот общая картина, но эта общая картина, о ней можно говорить, так сказать, долго, но я хочу, поскольку у нас державинские чтения посвящены социокультурным и нравственным традициям и проблемам, связанным социальными вопросами и нравственностью, я хочу связать гражданское право именно с этими категориями, насколько оно сегодня связано. Итак, первый вопрос – нравственность. Гражданское право. Насколько можно связать прибыль, так называемый чисто ган, имущественные отношения и вообще сам по себе рынок с трепетностью добра, совестью, долгом, честью, всем тем, что называется нравственным императивом каждого человека? Многие до сих пор считают, что это совершенно невозможный гибрид и совместить его невозможно. Предприниматели наши особенно не согласны и на эту связь не хотят смотреть, так сказать, как важнейшую, двуединую. Однажды, честно признаюсь, написала статью, долго думала над его названием, ее названием, и оно получилось такое – должно ли гражданское право служить интересам публичного порядка и нравственности? Опубликовала его в центральном журнале юридическом, законодательство называется. Так после этого наши предприниматели собирались в торгово-промышленной палате и обсуждали вообще, о чем она говорит, эти, так сказать, ученые-цивилисты. Как можно связать гражданское право и нравственность? И причем они не только это обсуждали, об этом мне сказал судья Конституционного суда Гадис Абдулович Гаджиев, но и опровержение написали. Представляете, целую статью, которая свидетельствует о том, что вот, так сказать, гражданское право – это одно, а вопросы нравственности – это совершенно другое. И ведь на деле так получается, забывают они и участники гражданско-правых отношений. Приведу один пример из соседского права. Есть у нас такая красивая конструкция, и называется она сервитут. С 2001 года действует эта норма, вернее, несколько норм в Гражданском кодексе Российской Федерации. Они вступили с запозданием силу, уважаемый коллега, не даст соврать, поскольку этот раздел дожидался очереди после принятия земельного кодекса Российской Федерации. Так вот, суть её в том, что сосед может проходить, проезжать, провести трубу через участок соседа, если объективно нужно восполнить недостатки его земельного участка. Ну, например, к морю пройти, если через его участок, так сказать, очень трудно добираться. Везде в мире сервитутные отношения нравственные. В мире договариваются, учитывая интересы друг друга, сосед идёт к соседу на поклон, можно ли, прошу вас, для того, чтобы это предложение было принято. Ну вот у нас в основании лежит принуждение, и чуть что. Наши участники гражданко-правых отношений бегут в суд для того, чтобы заставить соседа установить сервитут. Суды завалены делами об установлении сервитута. Верховный суд даже устал обзоры принимать, вот последний суд был связан с такого рода регулированием. То есть у нас не просят, пожалуйста, для того, чтобы невозможно было от этого предложения отказаться, а действительно требуют. Причём, когда я знакомилась с делами, эти дела уникальны, требуют достаточно нагло, не только для того, чтобы можно было проходить, но и многое, что у соседа требует, чтобы он обеспечил очень хорошие, удобные условия для того, чтобы этой чужой собственностью пользоваться. В данном случае, конечно, такого не должно быть. И гражданско-правое регулирование должно способствовать тому, чтобы нет, нравственность, договор, добровольность должны лежать в этом основании. И поэтому, пользуясь случаем присутствия здесь представителя профильного комитета, задумайтесь над этом, пожалуйста, товарищи депутаты. И не нужна нам плата за сервитут, ведь спорят об этом участники сервитутных отношений. Так сказать, цена вопроса небольшая, но это разлагает общество. В мире нет нигде платы за сервитутные отношения в виде периодических платежей. Они не нужны в России. Это ликвидирует споры, это наладит гражданско-правовые отношения в этой сфере, очень важной, соседского права. Еще один пример приведу. Когда сделка совершается и противоречит требованиям морали. Есть у нас такая статья 169 Гражданского кодекса Российской Федерации. Мне кажется, что это очень важная норма. Она всегда была важной, она всегда действовала. Так вот, эта норма устанавливает, что если совершена сделка, и она противоречит публичному порядку и нравственности, то эта сделка признается недействительной, и все полученное по сделке, если стороны совершили ее умышленно, взыскивается в доход государства. То есть такая достаточно солидная, сложная и серьезная гражданско-правовая санкция. Когда мы только начинали свою практическую деятельность, мой муж работал в районном суде, у него было дело, связанное с продажей очереди на жилое помещение. Одна мошенница продавала очередь, потом, так сказать, ее привлекли в деле за мошенничество, а потом она попросила взыскания, верните мне все деньги. Так вот, мой суд вынес решение и написал, что ничего не нужно возвращать, потому что эта норма противоречит, вернее, действие противоречит устоям в то время, поскольку жилое помещение предоставлялось в соответствии с фундаментальными нормами, с установленным порядком, и безусловно ненравственно было кому-то, так сказать, оказаться где-то за бортом, а другому получить незаконно жилую площадь. Так вот, тогда были взысканы все суммы в доход государства, и это было достаточно революционное судебное решение, а потом судебная практика стала развиваться. На сегодняшний день статья 169 Гражданского кодекса у нас есть, но из нее вырвали зуб. Причем зуб-то мудрости. А зуб заключался в том, что можно было применять гражданско-правовую санкцию, то есть изъятие все в доход государства, если сделка противоречит нравственности. А почему вырвали зуб? Потому что предприниматели стали недовольны содержанием этой нормы. Потому что когда они совершали серию сделок в обход законной для того, чтобы уклониться от налогов, стали применять налоговые органы статью 169. И стала она неудобна предпринимателям. И сначала в толковании было сказано, что эта норма не должна применяться, а потом и в целом санкция исчезла. То есть если говорить сегодня о сделках, которые противоречат нравственности, такого рода серьезная санкция уже не может быть применена, какой она всегда была на протяжении долгого пути развития гражданского законодательства России. Еще один пример, да, еще я хочу сказать о социальных проблемах и социальных задачах правового регулирования. Возьму, к примеру, такое право, право на жилое помещение. Да, хорошо, если у человека есть право собственности на жилье, замечательно. А если нет, например, это член семьи собственника, тем более если он становится бывшим членом семьи собственника. В начале действия гражданского кодекса статья 293 закрепляла за всеми членами собственника вечное право, крепкое, серьезное право проживания. Но недолго длилось такого рода регулирование. В конце концов, из вечного это право превратилось в обязательственное, и по существу бывший супруг потерял всякие возможности, связанные с сохранением права, и то свойство, которое есть у вечного права, право следования, оно тоже исчезло. Я тоже помню, что у меня была статья с таким необычным названием «Замолвим о бывшем супруге, замолвим ли слово». Мне казалось, и сейчас я уверена, что мы очень, что очень важно заботиться в законе о людях, неожиданно ставших бывшими. А ведь судебная практика в то время так стала развиваться, что даже детей выселяли из жилья, потом, так сказать, ее поправили, и в этом Павел Владимирович Кришинейников участвовал, но поправлять пришлось. А в данном случае, так сказать, само по себе свойство вечного права исчезло, и на сегодняшний день его нет в действующем гражданском законе. Кстати, концепция развития гражданского законодательства, которая у нас появилась в 2008 году, идея социальной направленности или идею социальной направленности подхватила. Концепция гражданского законодательства была закреплена, была закреплена конструкция социального узуфрукта. А идея социального узуфрукта заключается в том, что вроде бы и нет, так сказать, никакого вот на сегодняшний день личного права, но бедный родственник оказывается, так сказать, вне системы, вне возможности проживания. И тогда по решению суда может быть установлено право проживания. Но когда писали непосредственно гражданский кодекс, создавали законопроект, о социальном узуфрукте, а я подчеркиваю, это социокультурная проблема, и о ней было написано в документе, который как раз и подвиг на создание, на изменение ГК, но тем не менее именно социальный узуфрукт разработчики проекта гражданского кодекса просто не увидели. И он выпал. А я хочу сказать, что на практике это огромная проблема. В нотариальную контору к моей дочери пришел человек однажды, он похоронил жену, и он сказал, что мне ничего не надо, потому что я потерял самое главное родное, свою супругу. И поэтому он отказался от наследства. Как она его не уговаривала принять это наследство, он сказал, нет, пусть все имеет дочь. А через какое-то время этот человек вновь пришел в нотариальную контору и тоже плакал. И плакал, потому что дочка решила продать эту квартиру, он остался без жилья. И вот этот вот социальный узуфрукт, который был предусмотрен, оказался бы очень важен в такого рода серьезных ситуациях, в который оказываются российские граждане. Но нет его сегодня в проекте. И очень бы хотелось, пользуясь присутствием Николая Петровича, чтобы об этой проблеме замолвили слово и в Государственной Думе. И еще один социальный момент, или на один социальный момент я хочу обратить внимание, это на такое основание прекращения права собственности, как бесхозяйственное содержание жилья. В частности, если у нас с квартирой плохо обращаются, если систематически нарушают интересы соседей, то можно лицо лишить права собственности на жилое помещение. Эта норма практически не действовала очень долгое время. Сейчас суды ее стали активно применять. И что получается на сегодняшний день? Приведу пример по городу Кисловодску, это наши земляки. Женщина кошек любит. И завела их много, таких примеров достаточно много в Российской Федерации. И вот эта вот кошатница, так ее назову, запах, помещение, так сказать, не должно быть так. Но результат, эту женщину лишили права собственности на ее жилое помещение. В результате она была выселена, то есть квартира пошла с публичных торгов. Социальный эффект негативный, нежелательный. Я посмотрела зарубежное законодательство, здесь присутствуют зарубежные коллеги. Нет случаев за рубежом, чтобы прекращалось право собственности на жилое помещение. Таким образом, если помещение одно, соседи вмешиваются, так сказать, играет, то есть во все колокола бьют для того, чтобы не допустить такого, чтобы человек остался без жилья. На сегодняшний день у нас такое возможно. Я очень люблю Евгения Водолазкина. И с удовольствием прочитала его книжку, Брисбен называется. Он там пишет о женщине из Питера, Лена. Тоже кошек любит. Тоже у нее, как он пишет, от юбки пахнет кошкой. И я подумала, да, вот на сегодняшний день Лена привлекательная женщина. И многие не реагируют на то, что у нее пахнет от юбки, но она состарится. И если останется эта норма в гражданском кодексе, то и Лена сможет потерять свою квартиру в Питере, в связи с тем, что есть такое основание прекращения права собственности на жилое помещение. Важные проблемы, нужные проблемы. Казалось бы, мелочи. Но это не мелочи, имея в виду, что они касаются конкретного человека. О судьбе которого, конечно, мы должны заботиться. О судьбе конкретного человека думал знаменитый Державин, память которого чтят, о которой мы сегодня вспоминаем. О маленьком человеке писали знаменитые цивилисты, великие цивилисты, мы их называем классикой российской цивилистики. Это Мэйер, Шишиневич, дух которых веет в этих стенах. И поэтому, заканчивая свое выступление, я хотела бы сказать, что очень важно в этих мелочах гражданско-правово регулирования, если не иметь в виду общую картину, каждый раз неизменно задумываться о этом маленьком человеке и помнить Державина с его призывом спасать от бед невинных и несчастливым дать покров. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Лариса Владимировна. Очень интересный доклад. Тут вопрос возник. Лариса Владимировна, а скажите, пожалуйста, а нравственность, она как-то официально закреплена в Гражданском кодексе у нас? В Гражданском кодексе, да? Я хочу сказать, что, конечно, прописать требования, которые связаны с установками, да, вот ты, так сказать, как у нас был когда-то Моральный кодек строителя коммунизма, то есть прописать нравственные нормы для того, чтобы люди выполняли эти нормы. На сегодняшний день у нас нет. К сожалению, когда я даже студентов спрашиваю, прихожу на лекцию и говорю, ребят, ну вот сформулируйте, какой ваш нравственный императив? Я для себя могу, так сказать, положение сформулировать. Вы, Ольга Ивановна, дать для себя можете. К сожалению, современное поколение с трудом формулирует. Ну, один, два, правила какое-то жизненное, которые связаны с тем, чтобы, ну, в религиях проще, потому что есть, так сказать, духовные книги, в которых это всё прописано. В данном случае я считаю, что это сегодняшняя проблема. И ваш вопрос очень хороший, почему я говорила о предпринимателях. Вот до революции был кодекс чести предпринимателей. Вы понимаете? То есть там было всё прописано. Было понятно, что вот это он, как даже такое вот было простенькое правило, тот, кто идёт в школу там по принуждению, никогда ничего не научится. Ну, они такие были образные, эти вот нормы, их предприниматели. Но они были. И поэтому купцы держали своё слово. Я не случайно привела пример, вот что торгово-промышленная палата обсуждала, даже заголовок моей статьи, потому что для них это дико. Им всё хорошо для того, если это приносит прибыль. Поэтому я думаю, что в этом направлении важно двигаться. Важно создавать. И нужно для предпринимателей понимать, чтобы, так сказать, они понимали, что да, в гражданском кодексе это не опишешь, но есть норма, которая предусматривает, сделка, которая противоречит нравственности, она недействительна. Это есть, пользуясь присутствием здесь французов. Во всех ГК это написано. У нас была потрясающая санкция. А вот что касается правил нравственных, над этой проблемой, безусловно, нужно работать, чтобы молодёжь понимала, что вот эти правила, или без этих правил жить нельзя. Спасибо большое. Спасибо, Лариса Владимировна. Спасибо.